Ну это вы ПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на лампном корпусе. А там люди есть? Да. Этот телефонный разговор разделил судьбы людей на до и после. 26 апреля 1986 серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и привела к крупнейшей техногенной катастрофе 20 века. Радиоактивное облако накрыло два десятка стран. Основной удар взяла на себя Беларусь. Загрязнено 23% территории. 3,5 тысячи населённых пунктов, в которых проживало более 2 миллионов человек. За послеаварийный период площадь территории радиоактивного загрязнения ЦЗМ-137, основным радионуклидом, формирующим дозу облучения, сократилось почти вдвое. И по состоянию на сегодняшний день составляет 12,3% от всей территории республики или чуть более 25 тысяч квадратных километров. А в ликвидации катастрофы и её последствий принимали участие представители самых разных профессий. С первых дней в борьбу с невидимым врагом включились и сотрудники органов внутренних дел, среди них и Михаил Берников. Весной 1987-го мужчина охранял государственное и личное имущество, контролировал пропускной режим на загрязнённых землях Наравлянского района. Мёртвая тишина. Идёшь ночью в деревню, мы под два человека, идём по деревне пройти, посмотреть что-то, идём и собственные шаги слышим. Страшно. Людей нет, ничего нет, ни птичек, ни птичек. О, только много буслов, аистов, там их море. Только клёк отставить, так-так-так-так по деревне. Ни собак, ни кошек, никого. В этот день Михаилу Берникову и ещё 21 ветерану Бобруйской милиции вручили памятные знаки, почётные грамоты и денежные премии. Всего же в устранении катастрофы участвовали более полумиллиона человек. Сотни вернулись домой в свинцовых гробах. В память о них – россыпь красных гвоздик. Чернобыльские события, катастрофы на Чернобыле и последствия – это даже лично моя боль. Потому что всё видел это лично сам, и всё это происходило на глазах, эвакуация, заброшенные деревни. Не забыла памятную дату и подрастающее поколение. В молодёжном парке прошёл флешмоб за мир без катастроф. В 37-ю годовщину страшной трагедии люди в очередной раз вспомнили о случившемся и извлекли болезненные уроки апреля 86-го. Что стало причиной аварии? Несовершенство техники или человеческая халатность? Единого мнения нет до сих пор. Однако наказание за Чернобыль понесло всё человечество. Татьяна Гурбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.